привет друзья хотел снять видео о таком ноу-хау который вело правительство азербайджана значит сразу показываю котлы тут стоят на балконах на улице то есть после того как в азербайджане было несколько случаев взрыва опасность взрывов по моему на этот самый в квартирах издан был указ чтобы все вывели на улицу но сейчас не об этом вот здесь находится газовый котел вот он здесь там счетчик хочу показать особенность этого счетчика смотрите мы как только приехали в азербайджан мы сняли квартиру и нам сразу вручили карточки ну сначала мы не поняли что это за карточки и потом нам объяснили что здесь не так как у вас то есть мы сначала здесь покупаем газ а потом его потребляем вот есть такая тут кнопочка ты его нажимаешь то есть у нас на сегодняшний день вот мы грузили 100 кубов на 10 дней у нас еще 61 куб запасе вот вот такие вот карточки обычные элементарные терминальные карточки ты идешь этими карточками то есть и на воду и на свет и на газ везде такие карточки тут нету контор которые сидят и получают заработную плату за то что они перечисляют начисляет что-то там делают вот тут нету ничего этого тут нету жкх тут нету ничего купил потребляй в украине по-моему насколько я помню на сегодняшний день газ стоил кубический метр всем по моему гривен 6 копейками там до в азербайджане он стоит по украинским деньгам гривна 60 то есть десять азербайджанских копеек вот то есть за 50 монат то есть за сколько это получается за сейчас 160 до 160 я за 160 монат купил ой за 160 гривен купил 100 кубов газа вот и потребляю его так как мне заблагорассудится опять же повторюсь тут нету ни контор ничего тут у населения нету долгов перед государством за газ за свет за воду потому что сначала покупают а потом потребляют до этого азербайджан дошел где-то в течение двух лет то есть система это была выведена где-то лет пять назад и после того как они проэкспериментировали они вывели весь азербайджан на эту систему в течение двух лет за те деньги которые они позакрывали все конторы которые отвечали за все вот там якобы такие транспортировки всякие которые сейчас в данный момент в украине всякие конторы которые перечисляют начисляют там куча их да они это все убрали да и за эти деньги убавили цену на газ для населения и каждому потребителю установили такие счетчики на газ на воду на свет просто великолепно я был в шоке конечно я когда узнал что действительно у населения долгов нету ни одной единой копейки очень неплохой опыт был бы для украины убрать все эти шарашкины конторы которые отвечают за всякие непонятные моменты все эти джекк за которые десятилетиями люди платят и непонятно за что платят за квартиру в котором ты живешь который ты за свои деньги купил в котором в принципе если что-то нужно делать элементарно просто люди скидывают деньги жильцы и этот вопрос устраняют ну вот как то так это личное мнение я считаю что это очень неплохой опыт для каких-либо других стран приехал сюда сделать документы кое-какие еще нужно помимо отдыха значит зашел создали некую систему контора в котором есть то есть не есть в котором просто скуплено все абсолютно все министерства начиная с министерства внутренних дел и заканчивая с министерства и миграционные службы это все в одной конторе они в течение 15 минут решили мою мои вопросы мне не надо было бегать ни за такими справками ни за какими печатями не зачем все находилось у них в базе данных все министерства в одном компьютере обслужили чуть ли чаем там не напоили спросили еще довольны и доволен ли я их ним обслуживанием если я чем-то недоволен я спокойно могу предъявить об этом вот вот как-то так мир меняется мир меняется очень сильно меняется и в лучшую сторону я надеюсь и у нас в украине скоро начнутся какие-то позитивные изменения вот так вот друзья просто рассказал о одном из многочисленных ноу-хау которые вело правительство азербайджана вот с этими счетчиками купи потом потребляй